Водитель тяжёлой техники Алмабек Байсабай восемь лет работает в дорожной отрасли. На днях ему обновили строительную технику на новую, улучшенную. В машине имеются необходимые условия для комфортной работы водителя. «Здесь есть новые современные приёмники и кондиционер. В общем, будет удобно для меня. Я надеюсь, что с её помощью наша работа будет продвигаться быстрее. Вообще, новая техника даст большие возможности для усовершенствования дорог и инфраструктуры». Техника для строительства, ремонта и очистки дорог была закуплена для обновления технической базы госпредприятия «Кыргызавтаджоу». Она была приобретена за счёт республиканского бюджета по поручению президента Садыра Джапарова. «У нас уже распределили эти техники по областям. Ну, конечно же, для начала они, конечно, покроют все эти потребности. И в дальнейшем ещё будем приобретать эти техники. У нас сейчас есть приоритетные дороги. Это, получается, Ошпаткен-Разаков, это Нокатский дорога, как вам известно. Сейчас туда направим. Там сейчас работают эти. Немалое количество техник работает». Для дорожной отрасли страны планируется закупить 669 единиц техники. Первую партию 84 спецмашины Министерству транспорта накануне передал зампредкабмина Бакатурабаев. Это современные самосвалы, автоагрейдеры, автомиксеры, машины для перевоза воды и битума, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, пензовозы, асфальта, укладчики и другая техника. Они уже распределены по регионам. «Использование этой техники даст большие возможности для улучшения состояния наших дорог. Так, в этом году на реализацию дорожных проектов из бюджета выделено более 6 миллиардов сомов. До конца года в республике планируется построить и отремонтировать 855 километров дорог. 587 километров будет покрыто асфальтом, 178 километров с шероховатой поверхностной обработкой и 90 километров гравийным покрытием». В целом в Министерстве транспорта имеются полторы тысячи единиц дорожно-строительной техники. Однако её большая часть давно устарела и пришла в неисправное состояние. Несмотря на это, дорожники своими усилиями ремонтировали и эксплуатировали. «Старые техники у нас в основном дорожно-строительной техники, в основном автосамосвалы, например, если возьмём, 2008 года, 2010 года. А как вам известно, одной единицы дорожно-строительной техники срок эксплуатации в среднем это 8-10 лет. Это получается, вот эта наша используемая дорожно-строительная техника уже давно свой эксплуатационный срок уже обслужил. И нам часто приходилось ремонтировать. И много было затрат на ремонт и на задержание этой дорожно-строительной техники». Эту дорожную технику государство закупило за счёт госказны. До этого техника предоставлялась в кредит или в качестве безвозмездной помощи. Благодаря новой технике в этом году в регионах будут отремонтированы новые километры дорог. Так, в Таласе это 37,5 километров, 36-й километр трассы Нарын-Баетова, 13 километров трассы Ошнул-Катразаков. Продолжаются работы и на дороге Балых-Чебарскон. На 25-м километре трассы был уложен первый слой асфальта. Всего в планах у госпредприятия «Крыгызавтаджол» 213 километров дорог по всей стране.